Спонсор этого ролика букмекерская компания 1xbet. Надежный букмекер, высокие коэффициенты, быстрые выплаты и огромное покрытие спортивных событий. Ссылочку вы найдете в первом закрепленном комментарии. Всем привет, друзья, с вами я, Трипал, и в сегодняшнем видеоролике речь пойдет о контенте, который с большой вероятностью будет появляться потихоньку-помаленнику в будущих апдейтах. Наливайте чаёку, готовьте печенюхи, обязательно ставьте лайк под этим роликом, но мы начинаем. Большая часть информации из этого видео была взята с паблика gta-эксперты, ссылочку на этих ребят я обязательно оставлю в описании. Итак, конкретно сейчас ходят совершенно разные слухи о следующем обновлении. К примеру, это может быть DLC, Я не хипстер часть 2, морской DLC или, допустим, что-то связанное с гонками, как это было два года подряд в марте. Я не могу сказать, какое именно обновление выйдет это весной, скорее всего уже в конце апреля или в начале мая, но оно точно выйдет, так как на официальный ютуб-канал Rockstar Games около недели, а то и двух назад было загружено одно секретное видео и с большой вероятностью, как вы поняли, это трейлер нового апдейта. Кстати, ролик на эту тему был на канале, кто не видел, кликайте по подсказке сверху и приятного просмотра, но мы не будем тянуть кота за яйца и перейдем к слитому контенту. Начнем с самого интересного и это особняки. Информация их появлений появилась уже около двух лет назад и, вне каких-либо сомнений, я уверен, что рано или поздно, возможно, в 2019, возможно, даже в 2020 году, но в одном из будущих обновлений по-любому станут доступны для покупки особняки по бешеным ценам, ведь для Rockstar сделать несколько локаций внутреннего интерьера особняков не составляет проблем, зато денег с продаж карт Акулы они соберут ой-ой-ой, поэтому им это выгодно и ждать в игре особняков, я думаю, определенно стоит. Следующее, что мне хотелось бы обсудить, это транспортные средства, о которых сейчас довольно много слухов. На самом деле, автомобилей критически много и останавливаться на конкретно каждом я не буду, просто перечислю вам название этих тачек, покажу их изображение без каких-либо подробностей. Mazda RX-7, Honda NSX, Golf GTI, Toyota GT86, BMW M2, BMW M4 и Nissan 350Z без брони. Согласитесь, все эти тачки уж слишком какие-то тюнерские, что явно намекает на пополнение в автомастерской и Бене, но и это еще не все. Также в игре по слухам стоит ожидать Ford Raptor 4х4, Fiat 124, Cadillac Escalade, как из фильма «Охотники за привидениями», несколько хот-родов и некий новый пикап. А снова есть на автомобилях Shelby Cobra, Daytona Cope, Aston Martin DB2, Porsche RS 550A Spyder, Ferrari 500 Testeros, Aston Martin DB4 GT, Ferrari 400 Super America Cabriolet, Ferrari F340 и Renault Alpine A110, Rockstar могут сделать какие-то еще 2-3 новых классических спорткара. А вот следующее транспортное средство, название которого находится в файлах GTA 5, будет называться Lion или другими словами Лев. Об этом интересном транспорте стало известно после выхода обновления «Судный день» и с того момента он так и не был добавлен в игру. Напомню, что скорее всего Львом будет являться новый танк и плюс ко всему вместе с выпуском этого танка в игре также появится и новое противоборство специально для него. В общем, поживем-увидим, я думаю это транспортное средство будет добавлено в игру очень и очень скоро. Также не могу не сказать о водном транспорте, которого давно не добавляли в GTA Online и как по мне время пришло. И ведь действительно, если зайти на сайт водной техники, то последний транспорт, который поступал в продажу, был буксир и произошло это аж три года назад в обновлении «Новые приключения бандитов и мошенников». Ну и к слову, также вполне возможно в будущих апдейтах мы с вами увидим больше RC транспорта, то есть игрушечных вертолетиков, самолетиков, корабликов и так далее. Короче, как вы поняли по слухам, с выходом новых обновлений автопарк в GTA Online довольно сильно увеличится. Переходим дальше и на очереди у нас оружие. Их, кстати, по слухам тоже довольно много, к примеру, вот такой вот пистолет-пулемет, новые дробовики, которые вы прямо сейчас видите на своих экранах, некий модифицированный глок, долгожданный огнемет и вполне возможно в амунации также появится электрошокер. Ну и последнее на сегодня это одежда. Первое, о чем я говорю вам уже не в первый раз, это экзо-костюм, защищающий все тело вашего персонажа и напоминающий робота-полицейского. В таком костюме вы сможете спокойно передвигаться и не испытывать таких проблем, как, допустим, с тем же костюмом Джиггернаута. Также, помимо этого, сейчас активно ходят слухи о неких костюмах супергероев, а-ля костюм Человека-паука, Бэтмена и так далее, что вполне может появиться в GTA Online, зная фантазию Rockstar. Ну а на этом, друзья, у меня все. Обязательно оцените этот ролик лайком и как только под ним наберется 2000 лукасов, новое видео не заставит себя ждать. Все важные ссылки на мои соцсети вы найдете в описании, там мой инстаграм, моя группа по прокачке персонажей в GTA Online, моя личная страница ВКонтакте и так далее. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи, друзья, и до скорого. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!